Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре. Я очень рад, что сегодня у нас аншлаг, почти полностью забита наша вебинарная комната. Сегодня действительно нас ждет очень интересный вебинар. А для начала, как всегда, я хотел бы проанонсировать несколько вебинаров, которые состоятся в следующие дни и познакомить вас с теми полезными ссылками, которые вам могут пригодиться. Чуть выше в чате вы можете увидеть две ссылки, размещенные мной. Первая ссылка – это ссылка на наш сайт Директ Академия.ру, главная страница которого является расписанием. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все мероприятия до конца текущего учебного года, до конца июня. А также посмотреть в интерактивном расписании, можете посмотреть записи всех предыдущих вебинаров. Вторая ссылка отвечает на вопрос, ведется ли запись данного вебинара. Да, она ведется. И она, как только будет готова запись, будет помещена на наш видеоканал в YouTube. Вот вторая ссылка ведет как раз на наш видеоканал. Подписывайтесь на наш видеоканал и будете знакомиться со всеми вебинарами, записями всех вебинаров, которые там выкладываются. В настоящий момент там уже более 270 записей наших вебинаров. Мы активно работаем. В год у нас проводится около 150 вебинаров. Почти каждый день у нас проходит вебинар. Ну и я хотел бы проанонсировать три следующих вебинара, которые состоятся на этой неделе. Завтра состоится мой вебинар, который называется «Используем бесплатные интернет-сервисы для продвижения своего учебного курса». 12-го в четверг будет вебинар нашей постоянной ведущей и очень популярной ведущей Марина Орешко «Скрайбинг и анимированные презентации. Видеоинформация в новом формате». Ну и наконец 13-го в пятницу тоже мой вебинар из цикла, который начался в понедельник, из короткого цикла из двух вебинаров, который называется «Вебинар – это очень просто» и будет он называться «Практические советы ведущему». Особенно для тех, кто посетил первый мой вебинар, вот этот второй я очень рекомендую. Ну что ж, не хочу слишком долго отвлекать на себя внимание. Сегодня у нас действительно очень интересный вебинар. у нас в гостях ректор Костромского государственного университета Александр Рудольфович Наумов, и я приглашаю его на связь, чтобы сделать очень интересный вебинар, провести Википедия в университете. Думаю, остальное он расскажет все сам. Да, ну и сразу задаю вопрос Александру Рудольфовичу. Будет ли он выкладывать свою презентацию в открытый доступ для «Скачивали» или нет, пусть сразу пояснится. Сразу пояснится. Добрый день. Прошу вас. Добрый день, Павел Юрьевич. Хорошо ли меня слышно? Хорошо ли меня слышно? Так, ну надеюсь, что все хорошо. Коллеги, если можно, да, вижу плюсы. Спасибо, спасибо за поддержку. Спасибо. Всем добрый день. Павел Юрьевич уже, по-моему, пять раз сказал, какой сегодня будет интересный вебинар. Мне уже страшно, потому что это первый опыт моей работы как именно ведущего вебинара. Хотя вся моя профессиональная жизнь связана так или иначе с работой с людьми, с публичными выступлениями. Вот такой формат, когда я по большому счету вижу только экран, на котором расположена моя презентация. Не вижу ваших глаз, что для преподавателя всегда очень важно. Не совсем понимаю, как, например, можно корректировать темп, специфику изложения, на чем остановиться поподробнее, что понятно, что не очень понятно. Это все сложности, которые, надеюсь, я буду преодолевать с вашей помощью. Спасибо еще раз за плюсы. Давайте договоримся следующим образом. Если вы будете понимать, что все хорошо, все нравится, не жалейте плюсов. Если вы будете понимать, что ведущий вебинара говорит всякую ерунду, затягивает, говорит совершенно очевидные, понятные вещи, не жалейте минусов. Я, соответственно, буду на это реагировать и определенным образом менять свое изложение. Я подумал, как к вам обратиться. Ну вот, дорогие друзья, да, безусловно. Павел Юрьевич сказал, что дорогие коллеги. Безусловно, судя по всему. Я посмотрел по фамилиям, кто сейчас является участниками этого чата, кто меня слушает, кто меня видит. Я все-таки должен был обратиться. Не видно, пишет Бачкова Анастасия Анатольевна. Никого не видно. Не знаю пока. Плюсы пошли опять. Я все-таки должен был, наверное, обратиться, уважаемые зрительницы и слушательницы, потому что абсолютное большинство участников вебинара – это наши прекрасные дамы. Вас приветствую отдельно. Наверное, хотелось бы поздравить всех с теми хорошими днями, которые сейчас идут. Светлая Седмица, Христово Воскресенье. У нас замечательно в Костроме погода. Вот солнышко светит прямо в мои окна. Мы находимся с вами на берегу Волги. Наш корпус. Давайте я начну. Вас не видно. Вот терраса. Коллеги, ну-ка еще раз плюсы и минусы. Меня видно или нет? В Москве тоже прекрасная погода. Видно нам, видно все-таки меня, видно. Продолжаем. Давайте мы договоримся следующим образом. Я вначале немножко расскажу о себе, перед тем, как перейти к теме, которую мне любезно обозначил Павел Юрьевич. И если у вас будут возникать вопросы, я их буду смотреть в разделе «Вопросы». Пока там пусто. И дальше по обстановке. Возможно, будут вопросы, на которые я постараюсь реагировать немедленно, по ходу своего рассказа. А какие-то, если получится, возможно, мы отложим на конец нашей работы. Сейчас 12 часов 7 минут по московскому времени. Всем доброе утро, добрый вечер, добрый день. У всех разное время суток. В моем распоряжении ровно час. Поэтому я буду постараться делать таким образом, чтобы у нас обязательно остались ответы на ваши вопросы. Давайте попробуем. Я начну работу с презентацией. По-моему, я уже открыл. Да, я уже сделал общий доступ. Поэтому можно скачать. Не дожидаясь, пока там доберется ведущий до того или иного слайда, можно скачать, посмотреть и при необходимости сделать какие-то свои выводы. А у нас сейчас 194 человека. Я буду смотреть, как бы, по этой статистике. Всегда очень важно, как и для актеров, не сколько человек пришло в зрительный зал, а сколько из него ушло по ходу пьесы. Итак, начнем. А, вот уже скачали, Нариса Петровна. Да, знаете, еще одно интересное замечание. Я никак не ожидал, что среди участников нашего вебинара, мои коллеги по Костромскому государственному университету, я их приветствую отдельно. Ну и как по старой традиции в телевизоре, особый привет я передаю своему товарищу, другу, Александру Евгеньевичу Якимову. Александр Евгеньевич, перестаньте болеть, мы вас очень ждем, мы соскучились по вам, по вашей улыбке и по хорошим делам, которые вы делаете. Поехали к первому слайду, вернее, к второму уже. Несколько слов о себе. Я ректор Костромского государственного университета, всю жизнь практически работаю в системе образования, можно сказать, потомственный учитель, мой батюшка 30 лет учительствовал, мама по образованию педагоги тоже работала. После окончания Ленинградского педагогического университета имени Герцена, если кто, может быть, тоже заканчивал, тоже приветы, я приехал работать в Кострому, ну и вот в той поры, по сути дела, в этом году будет сколько, страшно сказать, 30 лет, я работаю в Костромском университете. У него менялись названия, но все главное, чем он занимается, это готовит кадры, прежде всего для системы образования, для системы промышленности, социальной сферы. Мы многопрофильный университет, и я работаю ректором университета с 2014 года. У меня есть свои интересы, научные интересы, интересы общественные, я химик, кандидат химических наук, то, чем сейчас я занимаюсь вместе с коллегами по научной группе, это тема электролитно-плазменной обработки металлов и сплавов, это отдельно интересная тема, не буду вас утомлять хитрыми словами. Разумеется, как ректор, как работник вуза, я интересуюсь всем, что касается вопросов высшего образования, вообще системы образования, их задач в региональном развитии, ну и уж так получилось, вот, наверное, лет 20 уже, так или иначе связан преподаю, занимаюсь информационными технологиями образования. Павел Ильич подгадал мне сегодня с темой Википедия в университете. Я вначале даже, когда начал готовиться, а начал я как плохой студент, когда начали оставаться считанные дни, господи, что же я могу людям об этом рассказать, а потом думаю, есть два базовых процесса в университете, процесс научный, процесс образовательный. Мне кажется, вот здесь вот как раз о том, как я вижу, как я использую, как это делают мои коллеги, Википедию и другие ресурсы, такие вот открытые ресурсы, в образовании стоит людям и рассказать. Я википедист с 2010 года, меня там можно найти по имени Альма Паттер, это мой старый, как называется-то, выпал из головы. Одним словом, рабочее имя, 44 номер региона, вот так получилось, когда я придумал назвать. Да, вот ник, спасибо, коллеги, сразу несколько человек подсказывают выбравшие слов, ник. Меня можно найти, посмотреть, чем я там занимаюсь. В основном я, в основном в прошлом уже сейчас можно говорить, достаточно активно работал в области химии, это история науки, ну и разумеется, моя любимая Кострома и все, что связано с персоналиями, как моего родного региона, так и вот химия, наука, как-то общественная деятельность. Мне было очень интересно участвовать во всем, что касается такой общественной жизни вокруг Википедии. В 2011 году мне посчастливилось стать участником большого форума Викимания в 2011 году в Хайфе в Израильской, это вот такие очень интересные, сильные впечатления о том мероприятии. Ну и все это привело к тому, что в 2015 году, когда коллеги-википедисты спросили, они желают ли ректор Костромского университета провести уже русскоязычную Викиконференцию в городе Костроме, ну это было то предложение, от которого я не мог отказываться, и поэтому в 2015 году мы смогли провести в нашем университете Викиконференцию. Опять же отдельный привет тем, кто возможно были тогда участниками. На фотографии тот корпус, в котором я нахожусь, корпус, как мои коллеги говорят, намаленный. Это здание Костромской мужской гимназии. В нем уже вот, наверное, 200 лет учат. Хотя нет, прошу прощения, оговорюсь. Это бывший губернаторский дом. И когда в 30-е годы 19 века здесь остановился государь Николай Павлович, он посетил гимназию, которая находилась совсем неподалеку, буквально метрах в 400. И пришел в ужас от того, что творилось, как всегда бывает в системе образования и в зданиях. И приказал, вы знаете, очень принял мужественное, на мой взгляд, государственное решение. Он приказал гимназию перевести в лучшее здание города, в дом губернатора. А губернатору переселиться в здание гимназии и привести его в порядок. Вот с той поры так и повелось. В этом здании, одним из лучших зданий нашего города, учат. И это происходит уже почти 200 лет. Пожалуй, достаточно. Переходим к тому, как я вижу сегодняшний вебинар. Посмотрю вопросы. Да, появились вопросы. Так, это не ко мне вопросы пока. Возвращаемся в общий чат. Что я предлагаю сегодня подумать? Это не какое-то там монологическое изложение, систематическое изложение. Скорее, это вот взгляд человека, которого попросили такой вебинар провести, на некоторые интересные дела, которые происходят и в мире, и в системе образования. Ну а вики, википедия, викитехнологии здесь на самом деле сбоку припеку, просто как очень такое яркое проявление всего, что происходит в этом сумасшедшем мире. Слово я еще буду использовать. Я построил свою презентацию из трех больших блоков. Я считаю, что все-таки надо подумать о том, кто мы и сейчас, и куда этот мир катится, куда он возможно прикатится в итоге. Система образования, модель образования, плоть от плоти этого мира, система, которая меняет этот мир и в свою очередь меняется с этим миром. Где причина, где следствие, как мы преподаватели, организаторы образования видим этот процесс. Ну и собственно мой вид, мой взгляд на вики-технологии, которые открываются и которые нас сильно ограничивают и дают возможности с другой стороны, именно как среда активного образования. Ну и останется время, мы еще поговорим с вами в формате ответов на вопросы. Давайте мы сделаем следующим образом, по первому разделу, все что касается этих взрывов, пожаров, волны и всего остального, я пробегусь достаточно коротко. Но надеюсь, мне самому будет приятно об этом подумать и вы мне подскажете, если что-то побыстрее пойдем. Итак, так, не перелистывается. Ага. Я очень люблю этот эпиграф. Вот взял англо-американского поэта Томаса Эллиота. Мне кажется, она очень четко показывает все, что происходит и с нашим миром и системой образования. Ну давайте вольный перевод. Коллеги знатоки английского, помогайте мне, пожалуйста. Где наша жизнь, которую мы теряем в проживании? Где наши знания, которые мы потопили в информации? Где наша мудрость, утонувшая в море знаний? Вот это прекрасная аналогия, прекрасный поэтический взгляд на то, что мудрость, знание, информация это совсем не одно и то же. И вот эта картиночка, так называемая информационная пирамида, она раскрывает это понимание, данные 15. Чего 15? Ну, просто цифра, которая воспринимается как-то человеком. Она не несет никакой логической информации, она не несет. Информация она станет, когда встроена в контекст. Сегодня в Костроме 15 градусов тепла. Ко мне пришли на занятия и 100 человек только 15. Становится понятно сразу, эта цифра логически встраивается в определенный контекст и позволяет людям усваивать, перерабатывать, передавать, каким-то образом использовать эту информацию. Мы понимаем с вами, что знание это следующая ступенька информационная, то знание, которая, та информация, которая активно может быть использована человеком для познания мира и что очень важное для человечества, для его изменения, для преобразования. А вот мы сегодня будем так или иначе вертеться не только вокруг знания, но и во всем том, что игносеологи и философы называют метазнание. Это фундаментальное понятие. Вот посмотрите, я привел одно из определений, их, конечно, множество, но мы понимаем с вами, что все, что касается Википедии, это так или иначе как-то вот пляшет, колеблется, наверное, вот в этих двух верхних элементах информационной пирамиды. Знание и метазнание. Знание и знание о знании. Ну вот такая смешная картинка, я думаю, что многие ее встречали. Нельзя, говоря о Википедии, о современном мире не вспомнить информационную революцию. Кто помнит хорошо курс марксизма-ленинизма, курс общества знания в школе или может быть даже кто-то есть ветераны, кто помнит историю КПСС на первых курсах университета, мы хорошо помним с вами определение революции. Это очень серьезное изменение качества человеческого общества. Серьезно. А, вот помнят, Лариса Петровна, все правильно абсолютно. Ведь это не просто, когда меняется, ну, меняется правительство. События в последнее время нам показывают как раз. Конечно, это не революции в классическом понимании. Революция предполагает действительно очень серьезное, качественно серьезное изменение всего, что есть. Экономического уклада, технологического уклада, социального уклада и всего, что связано с организацией жизни цивилизации. Ну, вот четыре революции, их образы. Иногда студентам, когда показывают, что приходят ребята, что означают эти картинки. Вы знаете, не всегда понимают, что на них изображено, но как-то с глиняной табличкой вавилонской, шумерской, еще как-то разбираются изобретение письменности, да, и фиксация, передача информации от человека к человеку, от поколения к поколению, еще как-то понятно. Устройство, которое справа вверху вызывает множество вопросов. Это не что иное, как печатный станок Гутенберга. Вот я бы очень хотел вас как раз остановить на этом месте, именно на Гутенберге, потому что ведь это действительно та гигантская революция в образовании, плодами, которой мы пользуемся с вами до сих пор. И все, что связано с революцией в образовании, с именем Яна Мосса-Каменского связано. Это классная урочная система. Это-то точно. А, нет, Иван Федоров это попозже все-таки. Это значительно после Гутенберга. Хотя наш парень-то нашенский, что называется. Все-таки грандиозная революция, когда появился тиражируемый массовый продукт, книга, с помощью которой можно было бы учить уже формировать систему массового образования. Сажать перед собой ни одного двух учеников или прогуливаться с ними в садах, где-то как в Древней Греции. А сажать перед собой, часто насильно сажать перед собой, принуждать людей к учению 20, 30, 50 человек. И давать им рассказывать спасибо на библиотечных уроках. Спасибо, Нонна Минуловна. А вот штука справа внизу, мы понимаем с вами, что символизирует этот телеграфный ключ, новый этап информационной революции, когда передача информации стала в буквальном смысле со скоростью света, со скоростью электромагнитного излучения. Это вся цепочка связана с изобретением, естественно, телеграфа, телефона и радио и телевизора. Все в этом ключе ложит. Так, Алексей Иванович, понял вас? Пропускаем. Я так понимаю, что вот я не случайно этого парня с таким вот выражением лица здесь, поэтому перелистываю. Не могу не вспомнить о замечательном костромиче, выходцем из костромской губернии Николая Дмитриевич Кондратьеве, потому что именно он задал общее понимание мощных технологических волн, которые связывают инновации, технологии и научные исследования в одно целое. Это циклы с периодом где-то 40-60 лет. Сейчас говорят о том, что это достаточно крепко, быстрее все происходит. Но тем не менее, вот здесь как раз два очень серьезных Кондратьевских цикла, которые определяют, по сути дела, все развитие 20-го и начала 21-го века. Если 20-й век связан в первую очередь с изразвитием атомной энергетики, а это в свою очередь открытие атома и все остальное, сложно строение атома, все, что связано с технологиями передачи информации, пропадает звук. Ну, видимо, может быть, слишком быстро говорю. Коллеги, если просьба тоже, да, если нормально. Спасибо, Павел Дмитриевич. То, конечно, мы видим здесь вот, что то, что сейчас начинается в начале 21-го века, на мой взгляд, это, конечно, будущее связано с двумя темами. Это биотехнологии и нанотехнологии. Не мог удержаться вот буквально перед началом выступления. Нашел это выступление, вот высказывание Кондратьева, как раз о том, как связаны между собой изменения технологических социальных укладов и все, что связано с революциями разного рода. Ну, и вот мы подступаемся как раз, собственно, к, наверное, близко-близко уже идем. Тема, которая мне очень интересна, которую я часто преподаю. Наука как основной фактор перемен. Ну, вот посмотрите, цифры говорят сами за себя. Мы, безусловно, имеем с вами в последние два века экспоненциальный рост всего, что связано с количеством людей, которые заняты в производстве информации. Ну, и, конечно, самой информации. Чуть попозже будет цифра. Страшно подумать. Я, честно говоря, испугался, когда эту цифру увидел. 90% всей информации, которая сейчас известна человеку, получена в последние 2-3 года. Эта цифра не может не ужасать, на мой взгляд, любого человека, который ее услышит. Посмотрите, сейчас в мире, наверное, ну вот, наверное, сейчас-то уже побольше цифру не нашел. Порядка, наверное, двух десятков миллионов человек, которые занимаются тем, что познают этот мир и рассказывают об этом познании, ну и при этом неплохо получают. Люди, которые называются профессиональные ученые. Вот картиночка. Ну, посмотрите, здесь не самые свежие данные, не мог найти совсем свеженького, но вот картинка 2010 года. Вряд ли здесь что-то серьезно произошло. Как меняется количество занятых людей, тысячах человек, это миллион человек. Ну, вот посмотрите, как бурно растет цифра людей, занятых в науке в Китае, например. Наука в США, Евросоюзе достаточно стабильно развивается, ну и, к сожалению, достаточно стагнационный характер, если не сказать деградирующий, носит она в нашей стране. Это печально, но надеюсь, что все-таки вот в последние годы происходит весьма и позитивное событие. Ну, поживем, увидим, что из этого вырастет в будущем. Просто упоминаю, вот тоже этот слайд подготовил буквально для того, чтобы испугаться самому, может быть, испугать вас. Тот самый мир ВУКа к известному препарату, который рекламируют, не имеет никакого отношения. Я называю мир сошедший с ума, потому что, по большому счету, все, с чем будут связываться, сталкиваться. Наши выпускники вузов, школ уже сейчас, через два-три года, характеризуются, по большому счету, только одним. Мы очень плохо прогнозируем мир, в котором будем жить. Мы не можем сейчас сказать, кем будут работать те ребята, которые в 2018 году придут учиться в наши вузы. Не потому будет ли у них есть рабочее место или где они будут работать, а в принципе может не быть этого рабочего места сейчас. То есть оно будет появляться тогда, когда эти ребята будут учиться уже на третьем-четвертом курсе и, возможно, безумно устареет все то, чем их учили на младших курсах. Ну вот цифры, которые, факты, которые близки к моей профессиональной области. Я думаю, что физики, информационщики, биологи приведут аналогичное сведение. Пожалуй, самый известный реферативный журнал в мире, Chemical Abstracts, который выходит уже более ста лет. Вот так меняется объем единиц сообщений, то есть отдельных статей, рефератов о вышедших в мире публикациях по химии и близким наукам соответствующим. Справа, вот это рост числа химических соединений. Вы знаете, когда я учился в школе, я очень хорошо запомнил эту цифру, по-моему, она была в детской энциклопедии приведена. В настоящее время известно человеку примерно 6 миллионов соединений. То есть вот получается где-то начало 80-х годов, из которых 5,5 миллионов это органические соединения и около 500 тысяч неорганические. Посмотрите, пожалуйста, вот на правый график. Он говорит о том, что количество индивидуальных химических соединений, которые исследованы, которые зарегистрированы, реально приближается уже к 100 миллионам. Это произошло всего лишь за какие-то 20 с небольшим лет, даже, пожалуй, чуть меньше срока. А темпы приобретения роста. Совершенно грандиозно, даже вот до за тот период шестилетия этого века, которое здесь приведено. Давайте я сделаю паузу, сделаю глоточек воды. Как всегда бывает, увлекающегося преподавателя, он, не видя реакции своих слушателей, наращивает темп и нужен все-таки человек, который его будет останавливать. Павел Юрьевич, если можно, я буду приглядываться обязательно к вашей реакции. Так, пока вопросов не появилось, поэтому можем продолжать дальше. Хорошо. Павел Юрьевич, вы мне напоминаете старый анекдот еще из советских времен, когда нерадивый студент приносит своему преподавателю в портфеле бутылку коньяка, преподаватель туда заглядывает, говорит, коньяк, это хорошо. Нет, говорит, профессор, это отлично, отвечает ему студент. Жду, когда хорошо превратится в другое что-то. Буду стараться к этому делать, пока у нас народ не сбегает и цифра стабильно держится около двухсот человек. Давайте переснем следующий слайд. Я сейчас посмотрю, где мы находимся с вами. Да, пора первый раздел уже завершать. Хватит ужасаться и думать, что мы делаем. На этом слайде те источники информации, которые по мнению, собственно, научного сообщества, они отражаются, соответственно, в базах данных, реально используются. Ну вот посмотрите, пожалуйста, то, что происходит в науке. Когда мы говорим с вами о том, чем пользуются ученые, чем пользуются исследователи, а мы вспомним, где потом здесь Википедия, есть ли вообще тут место, то три четверти информационного массива исследовать это, безусловно, публикации в периодических изданиях, в журналах. Посмотрите, во всем остальном патенты для химиков важны, наверное, для биологов тоже, всего 16%. А все остальное мелочевка. Сообщения на конференциях, индивидуальные сообщения, диссертации, все это не превышает 5%. Отдельно скажу про книги. Мои студенты всегда думают, что основной массив информации в книгах, да ничего подобного. Книги в современных информационных ресурсах занимают, вот посмотрите, здесь не более 1%. И то это, как правило, вторичная информация, которая уже когда-то публиковалась в других источниках, это монографии, которые обобщают. Можно ли от этого прийти в ужас? Конечно, можно. Да, ну вот просто слайд мы в него пройдемся. Впервые опубликовано в Нэйче, я подобрал все, что было такого классного, яркого, что определяло развитие науки, естественных наук в 20 веке. Наверное, было опубликовано, ну вот так осторожно скажу, в десятки журналов, среди которых Нэйче, который основан когда-то еще Ньютоном, безусловно, первейший. Ну вот, высказывание 65-й год. Страшно сказать, сколько уже прошло, более 50 лет. Президент Академии Наук Советского Союза, руководитель одного из химических институтов, академик Несмеянов пишет. Если коротко, итог, я вот вынес это как раз в такой поэтические фразы, наверное, поймут, откуда она взята. Все будет так, исхода нет. Потому что никакой современный человек не способен охватить все то, что мог с легкостью делать ученый начала 19 века. Например, читать все журналы, которые выходят по естественным наукам вообще в мире. А мир тогда все-таки это Европа и не более того. У него никогда не будет ситуации, которая мог себе позволить химик или физик, живущий 150 лет назад, читать все журналы, которые связаны с его отраслью. К сожалению, мы понимаем с вами, что возможности человека весьма ограничены. И нам доступна только толика, самая маленькая толика, кроха всего того, что ежесекундно выстреливает в разного рода информационных источников. 50 лет прошло, что все стало только хуже. И все-таки, есть ли какой-то хотя бы выход, есть ли исход из этой безумной ситуации? Ну, есть, конечно. Иначе бы наука давно бы развалила сама себя изнутри. Есть такой закон рассеяния Брэдфорда, ну, из категории полусерьезных, конечно, законов, эмпирических, из наблюдений, который гласит о том, что большинство основной потоки информации по тому или иному предмету публикуется все-таки в довольно понимаемом и ограниченном количестве источников. Ну, вот, посмотрите, старенькие данные, но если кто-то сможет помочь более свежим, и буду рад, тот же самый пресловутый chemical abstracts, всего 12 тысяч источников. Жуткое число. Журналы, патенты, монографии, вот это все 12 тысяч номинований, только за один год. Но 15 журналов, всего лишь 15, вот, раз, два и три, всего 15 журналов, дают пятую часть всех значимых публикаций по данному, по данной отрасли науки. Если читать 50 журналов, что в принципе тоже вполне понимаемо исследователям, это уже 20, прошу прощения, 25%. То есть получается так, что большинство журналов, вот эти все 9 тысяч, которые тут остаются, ну, это 10% публикаций. По большому счету можно пренебречь. Это известный, грубо говоря, скажу, информационный шум, ну, близко к этому, скажем так. Вы знаете, ну, с другой стороны, я сразу вот сейчас это сказал, думаю, господи, как же ты не прав, когда это говоришь. Великий физик, химик Джозай Гибс, живший в конце 19 века, публиковался в очень, всю жизнь публиковался в малоизвестном журнале своего колледжа. Он делал, правда, только одно, он скупал тираж и рассылал по своему усмотрению, выдающимся ученым по своему усмотрению, кого он считал выдающимся. И Гибса, поэтому признали, еще при жизни гением. А так, может быть, и никто бы до сих пор или весьма запоздало узнали, что жил такой великий человек. Коллеги, я читаю внимательно, что вы пишете. Спасибо за поддержку, Александр Евгеньевич. Я понимаю, что вы слушаете. Вот оценка. Это результат одного из больших химических конгрессов. Людей спросили, что наиболее важно по десятибальной шкале. Журнал в первом месте. Обратите внимание, здесь в принципе нет такого жанра, как энциклопедия, как источник информации полезный. Ну, более-менее сюда с известным пренебрежением справочники, но справочники это все-таки не энциклопедия, это немножко другой формат. Только пролистнем, потому что этот слайд завершает эту сумбурную первую часть. Коллеги, прошу прощения, что если кому-то показалось это совершенно тривиальным, ну, мне показалось, что это все-таки об этом надо сказать. Замечательная энциклопедия, но да, она обрабатывает, и в ней, по-моему, публикуется всего лишь, по-моему, если не ошибаюсь, две тысячи с небольшим индивидуальных статей как таковых. Сейчас мы поймем, насколько ничтожно мало с предметом нашего разговора. Итак, первая часть завершена, и пора бы поговорить уже о системе образования, как меняется модель образования, адекватна ли она всем этим вызовам, с которыми сталкивается человечество. Погодите, Павел Викторович, я еще не закончил свое выступление. Цыплят по осени считают. Я думаю, что это эпиграф, вернее, название раздела «Мобили сын мобили», «Жульверновский наутилус», я думаю, помните все, подвижно в подвижном. Это как раз попытка увидеть меняющееся образование в меняющемся мире. Поспеваем ли, что называется, не отстаем ли. Простите за занудство. Мне хотелось напомнить вам, что есть образование, потому что у нас в образовании-то ведь и как и в лечении все понимают. Еще один раздел есть, это еще управление государством. Это понимает все, достаточно сесть в такси и услышать про управление государством по дороге, про образование и про медицину. Образование это все-таки очень хитрая штука, одна из великих вещей, которую придумало человечество. Именно система образования как целенаправленный процесс воспитания личности, передачи личности всего того багажа, который накопило человечество. Я боюсь, что если бы мы говорили об этом еще пять веков назад, образованные люди, если в том понимании, которые были, меня бы просто не поняли. Зачем нужна система массового образования и почему сейчас невозможно представить, наверное, ни одну страну в мире, где бы не было хотя бы среднего образования или начального образования, поменьше людей. А во многих странах модель высшего образования, я отношу сюда и нашу страну, безусловно, она уже является работоспособной. Вопрос качества это отдельная тема, но формальное образование, безусловно, доступно абсолютно лишь. И вы знаете, коллегами иногда я разговариваю, разговаривал, правильно сказать, вот эта картиночка нарисована была мной, наверное, еще лет восемь назад, и по-моему, не трудно даться, что она отражает. Она отражает тот самый модель Яна Мосса-Каменского, когда общество придумало вот такую штуку, когда есть специальный человек, его называют учитель, преподаватель, профессор, который профессионально занимается одним простым делом. Он умеет работать с внешними информационными источниками, все эти картинки как раз это отражают, и умеет передавать эти знания, умеет организовать процесс передачи знаний, осмысления этих знаний всему тому, что называется подрастающее поколение. И эта модель работает успешно 500 лет. По большому счету, то, что мы имеем с вами, прежде всего, в средней школе, во всех иностранных странах мира, не сильно ушло от того, что было придумано почти 500 лет назад Яна Момосса-Каменского. Это классноурочная система. Вопрос. Надо ли что-то менять? Как говорится, первое инженерное правило не тронь машину, которая едет, не тронь машину, которая работает. А машина работает успешно. Чего же тогда беспокоиться? Тем не менее, поводы для беспокойства безусловно есть. Следующий слайд как раз напоминает вам эти два двунаправленных процесса. Два потока любого процесса образования. С одной стороны, это, вернемся назад немножечко, на вот те самые две стрелочки между преподавателем и учениками. С одной стороны, это процесс усвоения знаний, который идет от преподавателей, из книг, из самых разных других информационных источников, от мамы с папой, от бабушек с дедушкой, из двора в конце концов, от товарищей по двору. А с другой стороны, это целенаправленный процесс, когда преподаватель, учитель работает со своим учеником, с ответами на вопросы, которые появляются здесь. Я хочу вам сказать сразу, коллеги, вот это огромное счастье, быть участником этого процесса. Потому что процесс образования, он всегда двунаправленный. Не бывает ситуации, когда учитель учит ученика. Ничего подобного. Учатся оба. И в этом состоит и сложность этой профессии, и огромное счастье, огромная, безумная благодарность и учителей, и учеников, наверное, друг другу. Потому что счастливы те, кто получает от этого еще удовольствие. Сейчас всплыло в голове, времечко нам позволяет еще это вспомнить. По-моему, Нигаус сказал, что абсолютно бесплодным является объединение как бесталанного ученика и талантливого учителя, так и наоборот, талантливый ученик и бесталанный преподаватель. Я вспомнил совсем недавно Гутенберга, вы мне подсказывали про Федорова. Так вот, обратите внимание, мы до сих пор, наше системообразование устроено не как во времена Гутенберга, а до него. Мы, профессор, сначала, как правило, от руки пишет конспект. Ну, сейчас стали лениться делать уже умные преподаватели на компьютере, чтобы использовать много раз, не переписывать каждый раз. Потом, как правило, работа с доской, либо современными информационными источниками, а затем студенты, ученики, как правило, работают опять же со своими конспектами, с тетрадями, перенося опять же вручную. Вы знаете, я в свое время, когда был таким очень энтузиастом электронных пособий, это было где-то лет, наверное, 15 назад. Энтузиаст мне пропал, но просто это перестало быть чем-то удивительным. Я тогда сделал электронное пособие по коллоидной химии и на какой-то конференции методическое коллеги его показал. Смотрите, говорю, коллеги, как здорово теперь. Вот я нарисовал все графики заранее, сделал все картинки, а потом показал на экране и сказал ребятам, а теперь берите диск, компакт, тогда еще были компакт-диски, и посмотрите внимательно эту картиночку и поработайте с ней. Как здорово экономится время у преподавателя для других интересных и важных дел. А один мудрый человек, мой старший товарищ, профессор, Павел Николаевич Белкин, говорит, конечно, здорово все придумано и очень хорошая, правильная вещь сделана. Но задумайтесь, пожалуйста, коллеги, чтобы не просто показать график, но студент, ученик должен понимать, как он появляется. Его нельзя нарисовать просто как готовое целое. Надо обязательно нарисовать усикардин, проставить, сделать разметочку, надо расставить экспериментальные точки и только потом, например, графиками или каким-то образом соединить, чтобы студент понимал, как возникает график, как голова работает при его формировании, последовательности. Иначе он будет рисовать сначала, как в том анекдоте про ковбоя, который метко стрелял, сначала будет рисовать график, а потом расставлять оси координат, не понимая сути того, как это появилось. И тем не менее, меняться придется. Вот та картинка, этой картинке уже, наверное, почти 20 лет, она говорила о том, что на самом деле внедрения информационных технологий серьезно не влияют на систему образования. Еще как влияют, сейчас мы понимаем это с вами. Ну, прежде всего, прежде всего главный вызов, с которым столкнулась система образования в последние лет 15, это же серьезным образом учитель снят с пьедестала. Он перестал быть для своих учеников единственным, главным, а часто единственным источником информацией и организатором этого процесса. Я не говорю сейчас о том, что наши ученики, дети, студенты получают информацию совершенно из разных источников. Я не говорю о том, что информация может быть как созидательной, так и контрпродуктивной, разрушающей личность человека, и это отдельная проблема для системы образования, для людей, которые в ней работают. Мы говорим о том, что учитель ушел как главный источник, как главный авторитет в получении знаний. Да, 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 совершенно правильно, Николай Васильевич, правильное высказывание. И понимаете, в чем дело? Мощность информационных потоков извне настолько мощна, что, боюсь, что учитель очень серьезно пододвинут. Вначале это вызывало, ну, некое неприятие людей. Что значит, как это какая-то Википедия будет давать информацию? Выбросьте этот источник информации как некую дрянь. Только преподаватель может дать истинную информацию. Ничего подобного, коллеги. Мы с вами понимаем по пустующим библиотекам в наших университетах, а это массово, это не только в университетах, это в целом по всему миру происходит. Библиотеки пустуют, пустеют. И задается вопрос, а что такое библиотека завтра? Вот 17 апреля мы собираемся здесь у себя коллегами, чтобы попытаться ответить на вопрос, какой быть университетской библиотеки? Чтобы не повторять уже какой-то опыт, а попытаться сразу хотя бы лет на пять заглянуть вперед, что там будет впереди. Не просто людей в библиотеку вернуть, а скорее всего библиотека как иной формат работы жизни человека. Ой, пролистнем этот слайд, он, наверное, будет лишним абсолютно. Пробежимся и по веб 2.0. Вообще-то слово забыто. Вроде всего-то прошло десяток какой-то лет, когда гудели о веб 2.0, о новых принципах организации информации в интернете. Заметим только, что Википедия – это чисто технология веб 2.0. В чем она состоит? А вот в чем. Собственно, три основных принципа. Интерактивность. Информация хороша тогда, тогда она полноценна, тогда ее можно как-то использовать. Чем больше людей принимает участие в ее создании. Ну, кто-то может вспомнить еще один анекдот. Может ли тысяча обезьян напечатать войну и мир? Но тем не менее мы с вами понимаем, что некоторые принципы, которые сейчас работают в социальных сетях, реально работают на создание того контента, которого не могли создать одиночки, пусть даже самых квалифицированных. Синдикация – это объединение ресурсов, которые часто кросс-транслируют друг друга, когда они массово смыкаются в переход количества в качество. Нет, немножко не… Да, ну может быть, да. Интерактивность. Не знаю, не знаю, не знаю, Александр Ильич. Вообще интересный диалог. Вот, коллеги, когда я читаю ваши отклики, я сразу понимаю, что можно еще и поспорить с вами оказываться. Правда, вы мне ответить пока особо не можете. Синдикация объединения ресурсов, формирование сети сервисов, которые переплетаются друг с другом в каких-то даже сложно представимых. Даже вот если посмотреть картинку, как организована информация в Википедии, это жуткое дело. Какие там эти все гиперссылки и кроссцитирование идут. Ну и, наконец, социализация. Это, по сути дела, что-то напоминает вот эту модель бирюзовых организаций, когда возникает самоорганизация, саморегуляция, самоорганизация сообществ, возникает какая-то система соревновательности. Ну и, опять же, люди предполагают, что от этого контент улучшается. Пропускаем. Здесь, по-моему, все понятно. Я думаю, что все люди так или иначе каждый день в той или иной степени это используют. Все это, как раз, есть отличительные признаки всего, что связано с веб 2.0. Ну и вот, собственно, вопрос. Еще один поэтический образ. Буря скоро или грянет буря. Я действительно уверен, интересно вспомнить, вот эти слова, которые... Я практически не изменил ничего в этих словах, которые были записаны, опять же, 8 лет назад. И Пиглев только придумал новый буря скоро или грянет буря. А вот все остальное, по-моему, я не изменил на этом слайде ни единого слова. Означает ли это, что написано 8 лет назад... А, интернет у меня с маленькой буквы стал писаться теперь, как правило русского языка требует. Означает ли, что либо я был тогда правдхим правидцем, либо как-то это носит весьма отвлеченный такой умозрительный характер. Нет. Я по-прежнему уверен в том, что процесс идет. Идет очень серьезная революция. Мы не всегда ее видим. Но эта революция чревата бомбой, которая заложена под традиционной системы образования. Я думаю, что кто-то сейчас вспомнит здесь известную статью, которая называется «Грядущая лавина», обычно ее переводят. Сейчас выпала из головы фамилия. Ну, легко находится. Это все, что связано с массовыми образовательными курсами, муоками, вот этими муоками, которая связана как раз. Коллеги, кто вспомнит эту статью, можно даже привести вот в ссылочку. Да-да-да. Там действительно ставился вызов о том, что то, что происходит сейчас в развитии массовых открытых курсов, это по большому счету взломает изнутри, станет серьезной угрозой, по крайней мере, системы традиционного высшего образования. Но я по-прежнему считаю, что это вызов, с которыми нам придется сталкиваться и придется каким-то образом решать эту проблему, ну, наверное, в протяжении жизни текущего покорения точно. Старое высказывание, ну, оно мне очень нравится. Половина того, чем у вас учили, к окончанию этого учебного заведения успеет устареть, гарантированно. Конечно, это, скорее всего, касается, прежде всего, естественно, научных, но я думаю, что гуманитарий тоже дадут мне фору, потому что все, что происходит сейчас в гуманитарном образовании, это и есть главные тренды, которые определяют развитие, естественно, научного и технического образования. Ну и, собственно, вопросы без ответов. Я думаю, что если вы попытаетесь сами на них как-то ответить, готовы ли мы, станут ли все то, что сейчас формируется в социальных сетях, неким прообразом среды нового образования. Иногда вот говорят о системе образования 2.0, кто-то уже и о 3.0 вспоминает. Ну и, собственно, главное, для меня очень важный вывод другой. Вернее, вопрос. Что произойдет с традиционной системой образования? Будет ли она разрушена? Как обычно бывает, как одна мудрая женщина говорила, поживем, увидим. 117 лет буревестнику Горького. Хороший повод, заметьте. Ну и последнее. Мы все-таки подошли с вами, как я не пытался увлечься общими делами совершенно. Нравится Маяковский? Как если к Википедии? 150 миллионов автора этой поэмы имя. Очень, по-моему, очень замечательный эпиграф Владимир Владимирович придумал для всего, что происходит с контентом социальных сетей. Правда, будет ли кто эту поэму читать еще через год? Трудно сказать. Напоминалка тем, кто не знает, что такое Вики. Вики-технология. Кстати, в разных источниках спорят, то ли это связано с языком Маори, Новой Зеландии, кто-то ссылается на гавайский. Так, вот у меня телефон, сейчас мы сбросим. Извинившись, что не могу ответить. То ли из гавайского, то ли на языке Маори, но обычно связываются быстро-быстро. Прежде всего, это особая технология, которая позволяет формировать коррективную работу, причем одномоментную работу, посредством веб-технологий. А что я такого сказал, не понял? Что я такое верно сказал, что это вызвало бурную реакцию. Википедия далеко не единична, но, пожалуй, самый известный продукт. Я честно признаюсь, я практически не пользуюсь какими другими... Так, читаем Ларису Петровну, даже интересно стало. Да елки-палки. Перехвалите, люди. Ну вот, крутанул мышку и улетел куда-то. Сейчас повернемся. Ой-ой, куда я кручу? Куда кручу? Что обмануть хочу? Оказалось, крутил не в ту сторону. Вот где-то здесь. Ага. Да, я честно признаюсь, что я, по сути дела, не являюсь ни пользователем, ни редактором, автором никаких таких вот братских или дочерних википроектов. По сути дела, это только Википедия, но она мне нравится. Я сейчас объясню, почему. Ну, собственно, да, об этом мы уже говорили. Это принцип всего, что связано с веб-2.0. Здесь как раз оно раскрывается уже в сущности вики-концепции. Сейчас я загляну, что у меня еще осталось делать. Успеть пробежать. Да, просто для развлечения я решил сделать, по-моему, 4 слайда. 7 интересных фактов о Википедии. Я думаю, что каждый из вас сможет такие факты придумать сам. Просто ежедневно пользуйся Википедией. Итак, для меня было совершенно шоком, что основатель, бессменный руководитель Вики-сообщества, Уэльс, начинал с того, что был создан ресурс, который продавал контент для взрослых. Удивительный совершенно факт, о котором практически нигде не говорится, но это правда. Может быть, там люди говорят, что хорошо продумали и уже на новом этапе подошли к созданию нового продукта. Про образ Нупедии. Действительно заложено было понимание, что надо создать традиционную Википедию, на новой технологической платформе электронную. Я как-то об этом всегда знал, что недолго этот проект играл, недолго музыка играла, но я не знал, готовясь, посмотрел, что всего было закончено 25 законченных статей. А времени, денег и ресурсов было потрачено немало. Еще 74 было начато, но не закончено. Вот так что, видите, меньше 100 статей всего лишь было сделано. До Википедии самый большой считался тотальным источником знаний. Это китайская, древнекитайский справочник. И обратите внимание, заслуживают уважение. 600 лет пальма перенства была у китайцев в создании такого свода знаний. В настоящее время 277 языков. Можете проверить. Это, по-моему, цифра, по-моему, годовой давности. Может быть, сейчас количество языков другое. Несколько десятков миллионов статей. Сложно сейчас сколько сказать, потому что оно меняется постоянно. Русский раздел Википедии, если не ошибаюсь, четвертый по численности статей. И один из таких довольно энергично развивающихся. Поляки на пятки наступают. Немцы и французы. Весьма энергично. Ну и, конечно, как язык международный английский, вне всякого сомнения, на первом месте. Что у нас там еще осталось? Еще два факта осталось. Давайте посмотрим, что у нас там появилось. Про технологию Вики я уже сказал. Вот здесь упоминается гавайский язык. Я всегда был уверен, что Маори. Коллеги Маори, с кем у вас ассоциируются? Если не с людоедством, то с чем? У меня, например, всегда, ну давайте, какое литературное произведение здесь мы вспомним про Маори? Очень известное. Которое, по крайней мере, у меня в голове сидит. Я первое, что вспоминаю сразу, когда слышу Маори. Коллеги, ну-ка помогайте. Я немножко отдохну хоть полсекундочки. Какие версии по поводу народа Маори и Новой Зеландии? Так, тишина, ответа нет. Ритуал. А, Павел Юрьевич, спасибо. Литературное произведение. Я просил литературное произведение. Чрезвычайно известно. Я уверен, читанное это практически ну любым человеком в подростковом возрасте. Особенно мечтающим о приключениях. Ну. Коллеги, дети капитана Гранта. Там Паганель попадает. Да, спасибо большое. В поисках капитана Гранта. По-моему, так фильм назывался. Оригинальная книжка все-таки называется «Дети капитана Гранта». Где Паганель попадает как раз в гости к этому, да, кровожадному и племени. И если я напомню, люди все взрослые. Он потом поражал дам татуировкой, которая покрывала все его тело. Очень интересный факт. Прочитали, наверное, все, что здесь есть. Не будем останавливаться. Я считаю, что именно Википедия такой очень хорошая платформа для того, что называется активное образование. Активное, в которое вовлечен и преподаватель, и студент. То есть, где происходит не пассивное у своей незнание, а там, где возникает как раз вот это самое интерактивное взаимодействие. И на мой взгляд, Александр Евгеньевич, что вы нас пугаете? Про какого девятиклассника? Ваш сын уже учится в университете, а дочка не девятиклассник. Это точно. Не позорьте свою семью. Ну вот, не знаю, если кто-то не забыл этого товарища, Уильяма Гейтса, третьего, по поводу того, как должно быть построена система образования. Самое главное, по мнению Гейтса, и я абсолютно с ним согласен, невозможно реализовывать полноценную активную систему образования, не вовлекая студента туда, как активного участника этого процесса. Коллеги, прогноз в ближайшее время, хорошо знакомы нам лекции, семинары, уйдут в никуда. Поживем, увидим, как говорится. Что-то останется, но скорее всего, как вводное в какой-то курс, либо наоборот обобщение, сопоставление. Но это не основной формат образования в ближайшем будущем. У меня подготовлены два слайда, они называются так, я их назвал. Пять причин не использовать Википедию. И по-моему, пять способов или пять причин использовать Википедию. Итак, я не говорю, это просто некое видение, некий взгляд. Является ли Википедия надежным? Конечно, нет. Безусловно, нет. Статьи абсолютно разные, некоторые просто шедевральны, которые читаешь как великолепное научное, дидактическое, методическое произведение, какие-то, ну, просто отвратительные с точки зрения как своего размера, так и того содержания. Более того, никто вам не может дать гарантии, с чем вы столкнулись. С шедевром, либо каким-то симулякром или, наверное, фальсификатом. Википедия, безусловно, не является ни научным, ни учебным, ни справочным изданием. У меня тут подготовлен целый текст, но я полагаю, что то, о чем я сейчас говорю, не требует каких-то комментариев. Дополняйте своими какими-то примерами. Вы знаете, очень важный вот третий пункт. Я долго думал, как его сформулировать. Ведь в науке очень важна всегда авторитетность. Очень важна, когда мы доверяем информации не потому, что она написана в книжке, а потому, что она написана конкретным человеком, который для нас является авторитетом. В этой отрасли или просто как личность. Поэтому в Википедии, к сожалению, никогда не ответить на вопрос, кто это написал и зачем, или почему он это написал. Иногда мы понимаем с вами, что здесь бывают и добросовестные заблуждения неизвестного нам анонимного автора. Можно ли доверять в Википедии автору под именем AlmaPatter44? Ну, сомневаюсь. Ну, правда, AlmaPatter, я никогда не был сторонником анонимности, и для меня сетевая жизнь не отделяется от нормальной жизни нормального человека. Поэтому я работаю в Википедии, хотя там есть ник AlmaPatter44, но я, безусловно, там указан как Наумов Александр Боргиевич. Поэтому, когда вы читаете мои статьи, ну, тогда вы, соответственно, определяете, доверяете вы автору Наумову и человеку Наумову. А сейчас мы отремяемся по Википедии. Я как раз считаю, что очень хорошо, когда студенты читают Википедию как вводный материал для... Кстати, я тоже читаю, бывает, когда новую тему озвучить надо, новую тему посмотреть, как вводную тему хорошо годится. Википедия, конечно, одно из главных правил должна быть нейтральной. Ну, реально мы понимаем с вами, что никогда это соблюсти нельзя. И очень часто авторы, иногда администраторы проталкивают вполне четкую какую-то аффилированную с чем-либо концепцию взгляда. Ну и, наконец, очень важный тоже термин, почему Википедия никогда не станет столь же значимой, как любая научная публикация. Она не является инструментом, не имеет инструмента, прошу прощения, научного рецензирования, корректуры и редактирования. И тем не менее, надо ли пользоваться? Давайте перейснем. Да, слайд. Ну, вот, кстати, вот совет самого создателя. Кстати, почему-то у меня Уэлс, они Уэлс, ладно. Попробуем перевести. Так, как это лучше сказать-то? Место для просмотра, для обзора. То, с чего надо всегда использовать в начале Википедии. В последнюю очередь, да, то есть в первую очередь как место для некого... Отправная точка, да, спасибо, коллеги. Отправная точка для отслеживания, для обзора, начальное сведение. Но в последнюю очередь она является источником. То есть полноценным источником, которому мы доверяем. Место, откуда берется, как некий информационный источник. Смотрим, что у нас осталось. Что у нас осталось? Осталось совсем немного. Вот мое понимание, почему студент и преподаватель может, а иногда весьма желательно использовать Википедию для подготовки к занятию, вообще для рассмотрения чего-либо. Я, наверное, добавлю сюда еще одно. У меня бывает, когда я Википедию читаю просто как, ну, как почтальон Печкин говорил, да, с целью повышения образованности. А иногда просто из удовольствия. Иногда бывают статьи совершенно произвольные, которые предлагает нам случайным образом Википедию. Ну вот посмотрите, получение телефоновой вводной информации. Википедия достаточно правильно можно использовать как источник на выхода на какую-то конкретную тему через ссылки, те источники, которые там есть. Она позволяет посмотреть ключевые слова, увидеть и дальше осуществить, например, поиск этой информации уже специализированными поисковыми системами. Она очень важно посмотреть вот по тому, как формируется история статьи, как происходит обсуждение. Ну, я еще раз говорю, Викицитатник, я согласен с вами, вот вижу просто здесь как бы версию. Да, Надежда Александровна пишет. Да, согласен, но там абсолютно надо проверять все. Там можно увидеть и высказывание Владимира Ильича Леина про интернет, почему важно его использовать. Есть и такое тоже. А история очень, кстати, позволяет посмотреть и как обсудить обсуждение, драка иногда вокруг статьи, даже такая виртуальная. Как формируется тот или иной круг зрения вокруг той или иной предмета. Коллеги, времечко поджимает. Начал было делать, вот интересный факт, опять же готовится, когда к вебинару. Оказывается, парадоксально для меня, не только наука популярна в Википедии, не только наука определяет очень важный контент, содержащийся в Википедии, но и Википедия влияет на развитие науки. На этом слайде потом, кто можно почитать, описывается конкретный эксперимент. Два исследователя, вот Хенли и Томпсон из Массачусетса технологического института, они провели эксперимент своих студентов, аспирантов. Нацелили написание статей 43 по химии, 45 по эконометрике, видимо, разные преподаватели. Так вот, интересно, в эконометрике не выстрелило ничего. Оригинальная статья, а в Википедии химической тематики выстрелило. Оказывается, те ключевые слова, те конструкции предложений, сами факты, которые были озвучены в Викистате, в итоге стали отражаться в научной публицистике, периодике и в монографических исследованиях. Вот это для меня было очень интересно, что оказывается есть и такого рода связь обратной, если можно хотите. Ну и вот вопросы для осмысления, которые, на мой взгляд, являются бесконечными. У каждого, наверное, своя точка зрения и о том, как надо использовать, и о том, почему мы разрешаем, или о том, почему запрещаем, я думаю, что это очень популярная точка зрения у моих коллег. Ни в коем случае не использовать, категорически запрещаю, запрет даже прямой, да. Можно ли использовать для формирования образовательного контента, для взаимодействия ученик-учитель, для, например, вузовский преподаватель, школьный преподаватель и так далее. Вот это мой маленький эксперимент, такой примитивный социологический вопрос. Первый вопрос был, вы используете Википедию? Большинство, конечно, да. Либо постоянно, либо иногда. И обратите внимание, соотношение. Синенькие – это студенты, да, а оранжевые – это преподаватели. Конечно, Википедия. Да, я сейчас использую про... Ну, Наталья Николаевна, трудно не согласиться. А второй – про образовательный ресурс. Обратите внимание, студенты уверены, Википедия, безусловно, образовательный ресурс. И вы знаете, я не считаю нужным переубеждать их. Вопрос, что мы вкладываем в это понятие, что мы вкладываем, да. Если мы используем для задач своего образования, значит, это образовательный ресурс. Полноценность, качество, место его – это второй вопрос. Известный опыт 7-го года, 10 лет назад. Студентам дали задание написать. Студенты написали плохо, как и положено студентам. Студенты учатся. И студенты написали то, что не подходило по разным критериям, под критерии Википедии. Говорят, они провисели миллисуток эти статьи и были, как говорится, вынесены более опытными редакторами. Вы знаете, мы сделали тот же самый опыт. Немножко учли. Ну, вот австралийский опыт. Да. Тоже конкретно ссылочка, можно посмотреть. 90 процентов, ну как это можно игнорировать. Это мой собственный опыт. Я с 12-го года веду дисциплину информационной технологии химического образования. У меня была пауза. Где-то три года я не вел ее. То есть у меня был опыт, получается, 12-й, 13-й, 14-й. 15-й, 16-й как-то ректорские заботы замотали меня крепко и отказался. А в этом году мне кафедра сказала, надо. Я вот только что закончил. Час назад я проставил зачеты ребятам. Они ушли на практику, я им проставил зачеты по этой дисциплине. Мы попробовали использовать, подойти к Википедии с точки зрения того, что организация созидательной работы. То есть не просто пассивное пользование, а именно попытка решить, если хотите, и дидактические задачи. Потому что мне было очень важно попробовать, чтобы ребята попробовали себя как авторы и редакторы Википедии в понимании того, что у них потенциально преподавательская стезя возможных карьеры. Коллеги, мы работаем уже ровно час. Я обещаю, что мы уже завершаем. Мы реализовали несколько проектов. Желающие могут посмотреть эти и другие статьи, которыми мы работали вместе. Это была коллективная работа. То есть несколько студентов работали над одной статьей. Мы сначала разбирали, ну скажем так, подходы к ее формированию. Затем уже начиналось редактирование. Вот на мой взгляд, те статьи, которые видите перед собой, ну не могу сказать, что гордиться можно, да, потому что времечко все-таки ушло уже, они тоже претерпели изменения. Но это хорошие статьи, которые вполне, на мой взгляд, можно использовать как достаточно полноценный информационный ресурс для того, чтобы получить начальное сведение о том предмете, которое есть. Но обратите внимание, мы оценивали даже вот, для меня очень важно, соответственно, нормам русского языка. Александр Евгеньевич, еще раз привет. Эта оценка, я попросил потом коллег, там буквально, как это называется, по интернету разослал просьбу, всем этим контактам. Ребят, посмотрите статью, оцените. Как она вам? Ну мне было очень понятно, приятно посмотреть, что большинство ответивших оценивали ее по меньшей мере в диапазоне от развитой до хорошей статьи. На избранную, конечно, мы явно не потянули, это сложно все, но вот я к тому говорю, что даже коллективная работа студентов вполне может позволять, а я показывал параметры, на предыдущем слайде они были, вот внизу посмотрите, пожалуйста, внизу, что оценивалось. Там была такая анкета-табличка, как раз, когда надо было, не помню, уже по десятибальной, по-моему, шкале надо было оценить. Ну, собственно, благодарю за внимание. Я старался, не буду скрывать, я значительную часть подготовил слайдов сегодня ночью, я немножко совсем спал сегодня, но я должен был подготовиться. Ну и надеюсь, что вот тот эпиграф, воспримите его шуточно, пожалуйста, я люблю его, французский критик такой Сент-Беофф, он писал, что в том, что мы пишем, всегда и почти неизбежно три четверти неточный, неполный и нуждается в поправках, что и дает поводы для придирок недоброжелательных читателей. Но кто же пишет для недоброжелательных читателей? Я старался, коллеги, я не знаю, в какой степени я был вам полезен, но надеюсь, что, ну, по крайней мере, мне было, я сейчас открою. Так, да, спасибо большое, коллеги, спасибо за массу позитивных эмоций. Для меня очень важно, что количество, да, еще раз говорю, коллеги, презентацию можно скачать, она открыта уже, сейчас еще раз проверю, Павел Юрьевич поможет мне, если что. Нет, она в открытом доступе, и можно скачать. Если что, адрес электронной почты есть на первом слайде, если кто-то захочет, она в PDF-ке выложена, но если вдруг зачем-то нужно будет в формате PowerPoint, милости прошу, я могу выслать, просто напишите, не всегда гарантирую сразу ответить, но вечерком, ночью постараюсь это сделать. Что еще? Спасибо, коллеги, за позитив, мне было очень приятно видеть и ваши плюсы, и комплименты. Я тут недавно сказал, что количество комплиментов мужчине после 50 почему-то стало значительно увеличиваться. Коллеги, спасибо еще раз за позитив, мне было интересно с вами, потому что я чувствовал вашу поддержку. Коллеги, если можно, я не смогу ответить здесь, улетают ссылки. Если кому-то нужна презентация в другом формате, прошу вас, напишите, пожалуйста, мне на электронную почту, я постараюсь обязательно вам ответить. Коллеги, не торопитесь хвалить ректоров. Моя работа, которая была сейчас, это не работа ректора. Работа ректора это очень тяжелый, сложный труд, который, конечно, конечно, не надо судить по часу того, что я сделал сегодня. Коллеги, спасибо большое, до свидания, я тогда выключаю свою трансляцию, если Павел Юрьевич что-то, я думаю, что это был наш замечательный опыт, когда мы позвали ректора в Директ-Академию. Да, ну и сегодняшняя тема, она тоже была необычная, необычная и для нас, и необычная для того, что мог бы рассказать ректор. Я еще раз хочу сказать, что запись этого вебинара в ближайшее время появится на нашем канале в YouTube и, возможно, если Александр Рудольфович разрешит, мы ее также поместим на WikiSклад, чтобы под свободной лицензией, чтобы она тоже там лежала как презентационный материал о Википедии. Ну что ж, я благодарю также всех, кто пришел, сегодня у нас был переполненный зал в нашем вебинаре, мы добрали до 200 человек, я чувствую, что кто-то, может быть, даже и не попал на наш вебинар, ну что ж, поделать, у нас ограничение в 200 человек. Всех еще раз благодарю, приходите на наши вебинары в Директ-Академии, встретимся завтра, послезавтра и так далее, будет тоже интересно. Еще раз огромное спасибо, Александр Рудольф.